Всем привет! И сегодня я хочу рассказать о заказе, о покупках косметики Арифлейм. Я некоторые продукты заказывала, либо покупала сама, и хочу показать вам их сейчас и оставить какой-никакой отзыв у них. Извиняюсь за посторонний шум, потому что снимаю я возле окна, возле балкона, и у нас очень сильный ветер, и будет очень, наверное, слышно это. Но надеюсь, что меня вы услышите тоже. И давайте, конечно, приступим сразу. Покажу вам вот такую тушь. Это тушь от The One Volume Blast Mascara. Почему я заказала такую тушь? Я ее просто перепутала с тушью The One 5 в 1. Я ее очень хотела, так как это, в принципе, обычная тушь 5 в 1, только в новом дизайне. И я их перепутала, поэтому взяла эту в черном оттенке, думая, что это тушь 5 в 1. Здесь вот такая вот кисточка. Обычная ровная силиконовая кисточка. Ничего, в принципе, такого особенного. Я просто люблю очень силиконовые кисти, мне они очень нравятся. Очень удобно ими разделять ресницы и красить, в принципе. Больше всего, что мне понравилось в этой туши, это ее кисть. Консистенция не очень хорошая. Изначально она была очень жирная. Потом, когда тушь стала подсыхать из-за того, что я ее открываю, закрываю периодически, она стала осыпаться с глаз. У нас очень сильно стала осыпаться с глаз. Я ходила просто, под глазами было усыпано. Не всегда ты можешь посмотреть в зеркало. И когда уже приходишь домой, в конце дня ты видишь, что у тебя под глазами собралась вся тушь твоя. Это не очень красиво. Ты понимаешь, что ты весь день общался с людьми. И им было просто неудобно тебе сказать об этом. Эту тушь я не советую. Могу посоветовать вот эту 5 в 1. Это обычная их классическая тушь 5 в 1, только в другом дизайне. Здесь такая вот кисть. Я думаю, все знают, как выглядит эта кисть. Она силиконовая тоже. Немножко здесь закругленная. Форма закругленная у кисти. А с другой стороны она полностью ровная. Я брала в коричневом варианте. И мне она также очень понравилась. Формула, я так понимаю, не изменилась у этой туши. Очень хорошая. Пользуюсь ею уже давно. Так как заказывала еще, по-моему, в ноябре или в декабре месяц. Вот уже столько времени прошло. И я ею пользуюсь. Пользуюсь каждый день. И она еще не засохла. Также у Арифлэйм появилось очень много новинок для губ разных. Я очень хотела попробовать ихнюю стойкую помаду. Но все ждала какой-то скидки. И еще у меня был один вариант. Хотела очень приобрести вот такой вот блеск. Глянцевый блеск, по-моему. Так называется эта вещь. Сейчас точно прочитаю, что это. Это жидкая губная помада. Заказала в таком более персиковом оттенке. Она именно в самом каталоге шла. Таким оттенком. Очень удобный спонж здесь. Такой вот заостренным кончиком. Удобно наносить. И наносится этот блеск вот так. Полосит жутко. На губах также оставляет какие-то проплешины. Консистенция, знаете, у него какая-то более похожа на крем. Так как крем немного, если наносить на губы, он немножко скатывается. Вот такой вот нифига не персиковый оттенок. Он именно оранжевый. Такой вот даже яркий, если нанести на губы в два или в три слоя. У меня просто есть множество таких оранжевых помад и блесков. В принципе, я хотела что-то нейтральное. Такое более, что ли, нежное, нюдовое, либо йогуртового такого вот отлива, оттенка. Но это очень так ярковато. В принципе, смотрится неплохо. Дизайн тоже мне нравится. Такой не то, чтобы дорого выглядит, но симпатично выглядит. Проплешинами все равно сходят с губ. Еще иногда оставляют белую пленку. Я как-то не очень довольна, так как стоила эта вещь в районе 400 рублей. Можно купить продукт для губ подешевле и будет качество даже лучше. Еще я очень гонялась долго за вот этой вот вещью. Это универсальное, по-моему, средство. Да, универсальное средство для губ и щек от Бэри Ми. Я именно этой линейке их, Арифлейм, не очень доверяю. Я все-таки очень как-то загорелась, очень хотела именно этот продукт. Здесь 10 мл. И он идет такой в виде бальзама. В принципе, неплохой. Даже если наносить на губы бальзам и потом нанести это средство на губы, смотрится довольно-таки натурально. На щеки тоже наносится неплохо. И я наносила, ходила так, очень такой нежный получается макияж. Сначала распределяешь, получается такой еле-еле оттенок, но потом он темнеет со временем. Тоже такая более кремовая текстура. Она не гелевая, как я ожидала. Она именно такая более кремовая. И вот так вот это выглядит. Я не знаю, как вам будет видно нормально или нет. Имеет такой легкий тоже оттенок на камеру. Он совсем такой прозрачный кажется, но на руке смотрится немного потемнее. Вот, наверное, вот так будет лучше видно. Запах такой нейтральный, ненавязчивый. Мы, в принципе, терпим. И это средство, конечно, мне изначально не понравилось, потому что я нанесла без бальзама на губы. Губы оно сушит, конечно. На щеки наносишь, все очень хорошо держится, но недолго, конечно, держится. В принципе, такое вот летнее баловство, летний заменитель каким-то румяным и блеском. Либо, в принципе, все, что я вам хотела показать. Такой вот небольшой был заказ. Заказывала эти вещи, потому что мне их очень хотелось и попробовать. И какие-то вот, которые я пробовала уже, вещи очень хотелось заново приобрести. Наверное, будут еще мелькать какие-то продукты из Арифлейм, может быть, даже Эйвен, не знаю. Но это, наверное, будет на моем канале теперь очень редко. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.